МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Привет! Как дела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще ко мне постучалась девушка, она с Украины, и предложила, сказала, я вот жила в Благовещенске, сейчас я живу на Украине, и говорит, давай вот общаться с тобой. Вот, мы с ней общались очень долго, несколько лет, потом она сказала, у меня вот есть подружка, живет в Благовещенске. Вот, дала я ее Аську. Моя подруга с Украины говорит, что, мол, есть парень в Благовещенске, а могу познакомить. Давай ему Аську, пусть пишет. Это виртуальное привет стало началом реальных событий. Оно реально изменило судьбы двух людей. Впрочем, обо всем по порядку. Интернет-заменитель реальности. У меня дочка в Америке, я хотела с ней общаться. Он экономит наше время и делает нашу жизнь проще. По поводу подгузников, только вот здесь, через интернет-заказы. Но вместе с тем таит массу опасностей. Нарваться на интернет-мошенников. Как запускались популярные Благовещенские сайты. Даже были такие, что люди хотели в суды подавать. И кого можно встретить в виртуальных службах знакомств. На этом сайте очень много людей, которых знает в лицо весь город. Вся наша жизнь онлайн. Городские истории тех, чью жизнь изменил интернет. Прямо сейчас. Один из самых популярных амурских интернет-форумов. Площадка для почти открытых дискуссий. Политических, идеологических, религиозных, остросоциальных, культурных, бытовых. За непонятными, забавными или глубокомысленными никнеймами реальные люди. Они могут все. От почти открытой критики, действующей власти, до обсуждения интимных проблем друг друга. Есть наиболее активные пользователи. Это те, кто оставляет свое мнение практически в каждой поднятой теме ветки. Этим людям всегда есть что сказать в сети. Мы предложили некоторым из них встретиться с журналистом программы «Городские истории». Но получили отказ. Видимо, реальная жизнь и виртуальная для этих людей не одно и то же. Даша Нестерова в Благовещенске известна как визажист. Она даже блог ведет, в котором дает женщинам советы по искусству макияжа. Но это не единственное, что связывает Дашу с виртуальным миром. Я работаю администратором на сайте новостей. То есть это удаленная работа. Я не сижу в офисе, я работаю вся дома за ноутбуком. Она занимается этим три года. Работает по московскому времени. И это удобно. Ей не надо вставать в 7 утра и бежать в офис. Отрабатывать 8-часовой рабочий день. Разработчики, руководство и сама компания находятся в Москве. А работают сотрудники со мной. Есть кто-то в Японии работает, есть в Новосибирске. Я знаю точно, есть в Москве несколько человек. По всему миру. При этом люди могут ехать, например, приходит письмо от моего коллеги. Я в Чили. И ух ты, думаю, ничего себе. При этом он работает, мы как бы вот общаемся там по электрону. Даша живет в Благовещенске, но трудоустроена в Москве. Там ее трудовая книжка и медицинский полис тоже московский. Со своими коллегами по работе она никогда в реальной жизни не встречалась. И это ее нисколько не напрягает. Корпоративных вечеринок у нас не бывает. У нас бывает разбор полетов. Причем это не в традиционной форме, да, там, вызов на ковер там. А там, ну, самое, что может произойти такое, там, неординарное, это если к тебе позвонят. Планерки в виде массовой рассылки и полное отсутствие на работе подковерных интриг, сплетен, конфликтов. Ну, как это, массовая рассылка делать тогда уж всем. А, то есть так, за углом в курилке не пошепчешься, да, то есть это, ну, письмо сразу, да, ну, как-то это. Это не принято, это просто даже не настолько личные отношения, чтобы их не возникает. Только общение по рабочим моментам. Такая работа, объясняет Даша, только для дисциплинированных людей. При таком удалении от начальства слишком велико искушение вместо выполнения своих прямых обязанностей отправиться по магазинам или посмотреть кино, или заняться домашними делами. Это не то, чем бы я хотела заниматься всю свою жизнь. То есть для меня это был такой спасательный круг на время того, что у меня появятся клиенты. И мне не хотелось сидеть на шее там у мамы, не хотелось, ну, себе позволять какие-то там элементарные вещи, которые каждая девочка хочет себе позволять. Но пока работа в интернете Дашу устраивает. Ведь это неплохой способ зарабатывать и при этом оградить себя от общения с людьми, которые могут быть тебе неприятны, но с которыми ты вынужден проводить в одном кабинете значительную часть своего времени. Но не только так интернет вмешался в жизнь Дарьи Нестеровой. Теория. У меня сестра, например, со своим мужем, она познакомилась по интернету. Они два или три года они общались, они созванивались. Ну, в основном, это, конечно, было по интернету, за компьютером. Тогда вот программы эти были, только АСИКЮ, наверное, появилась, там, какие-то, ну, распространение получила в России, так скажем. И она несколько, два-три года она общалась с американцем. И этот человек теперь ее муж. Привет, Лена. Получила твое письмо. Как у вас сейчас дела? Погода стоит еще теплая. Валентина Федоровна пишет своей дочери только красочные электронные письма. Каждый день. Ее дочь Лена живет в Штатах уже 9 лет. И за это время они встречались в Реале только трижды. Я хотела с ней общаться. И не только вот письма приходят, допустим, раз в месяц оттуда, и пока ответишь, тоже время идет. А я хотела с ней почаще, через день, там, через два, может, каждый день. Еще год назад Валентина Федоровна даже представления не имела о том, как выходить в сеть и как с ее помощью можно стать ближе к любимой дочери. Помогли специальные курсы. Ассоциация пожилых людей организовала для пенсионеров компьютерный ликбез. Месяц занятий и материнское сердце начало понемногу успокаиваться. Вы знаете, совсем не сложно. Я вот даже рекомендую пожилым людям обязательно, у кого есть дома компьютер, записаться на очередь. Там очередь сейчас существует для обучения компьютеру. Она только благодаря интернету, без существенных затрат, может наблюдать за тем, как растет ее американская внучка Димитрия. Благодаря ежедневному общению с дочерью, улавливать между строк электронных посланий ее настроение. Знать, что ее беспокоит, чему она радуется. А ведь это так важно. Вот это вот мой зять, это дочка. Большую. Занимается, он в школе преподает футбол. Жаль, что ни у Валентины Федоровны, ни у ее дочери пока нет скайпа. Не только читать, но и видеть, и слышать дочь – это предел мечтаний. Она радуется тому, до чего техника дошла. Возможно, вскоре она дойдет и до квартиры Валентины Чайковской. Тогда участвовать в жизни дочери станет еще реальнее. Несмотря ни на разделяющий их океан, ни на тысячи километров расстояния. Мы в возрасте уже люди, конечно, тоже не хочем отставать от молодых, от молодежи. Хочем тоже приобщаться ко всем новым достижениям нашей науки. В это время на другом конце города Татьяна Парфенова только учится быть мамой. Сегодня, например, она обнаружила – ее полугодовалому Богдану нужно питание и подвузники. И Татьяна отправилась в магазин – онлайн-магазин. Мамочка заходит на наш сайт, гуляет по виртуальным витринам, выбирает товары, так необходимые ее малышу, оставляет нам заказ, мы его проверяем, смотрим. В комментариях мама также может оставить, когда ей привезти, сегодня, завтра, в какое время. Это настоящая находка для тех родителей, кому некогда ходить по магазинам реальным, когда не с кем оставить дома малыша. Интернет-заказ оформляется, собирается и доставляется на дом. Доставка. У Татьяны сегодня, например, на все про все ушло не больше часа. Рассчитывается молодая мама, правда, наличными, а не интернет-деньгами. Но ей так все равно удобнее. По поводу подгузников только вот здесь, через интернет заказываем, потому что получается, скажем так, выгоднее, дешевле. И дешевле намного. За время сидения в отпуске по уходу за ребенком интернет вообще плотно вошел в жизнь Татьяны. Виртуальное общение с внешним миром компенсирует дефицит общения реального. А местные специализированные для мам интернет-ресурсы всегда помогут добрым советам. Что делать, если у Богдана режутся зубки или болит животик? Или он по непонятным причинам капризничает? Вот у меня первый ребенок, а есть у кого уже не первые дети. То есть на форуме можно почитать там то, что меня интересует. Какие-то моменты по воспитанию, по тому, как растем, что может, что беспокоит. Привет, как дела? Привет, отлично. Чем сегодня занимаешься? Пишу диплом, а ты? А я немножко работаю. Пошли вечером в кино. Знакомство с девушкой под вымышленным именем Боня для парня под вымышленным именем Милард было не первым опытом знакомства в сети. По интернету общался и с некоторыми девушками встречался. В реальной жизни? Ну да, потом, через некоторое время. Но это ни к чему не привело. А как ты думаешь, почему это ни к чему не приводило? Потому что человек в интернете один, а в жизни другой? Ну, наверное, да. Потому что, не знаю, представляешь одного, встречаешься по-другому. Вообще, после нескольких встреч я решил, что без фотографии не буду встречаться до того, как фотографию вижу. Вот. Ну да, конечно, нехорошо так говорить. Но после того, как я себе поставил этот принцип, я все равно встречался еще несколько раз. Тоже пару раз разочаровывался в этом. В процессе интернет-переписки выяснилось, двоих встретившихся в огромной такой сети зовут Коля и Оксана. Потом выяснилось, что у них очень много общих тем для обсуждения. Взять, например, творчество Джонни Деппа. Оказалось, они оба просто обожают фильмы с его участием. Потом Коля дал Оксане несколько дельных компьютерных советов. А потом они, наконец, обменялись фотографиями. Не очень удачными. На фото мне казалось, что она будет такой высокой девушкой, а мне высокие девушки не очень нравятся, поэтому я долго не хотел встречаться и идти. Но она, когда прислала, там была фотография, он был в кепке, заросший, такой весь худой. Я подумала, ой. Преимущество отдаётся парням из Благовещенска выше 185 см в холке, старше 23 лет. В случае несоответствия этим параметрам оставляет за собой право не отвечать. Анкеты без фото сразу нет, без вариантов. Туда же женатые. Фото реально мои, всё в анкете правда. Наташа на интернет, общении, что называется, собаку съела. Стаж 5 лет. Её анкету можно без труда найти на одном из популярных сайтов знакомств. Заходишь, ну вот как к себе домой. То есть ты открываешь это ставь, ты смотришь, ага, кто у нас тут новенький? То есть это ты у себя здесь дома, а они к тебе в гости приходят. Вот, то есть заходят к тебе на анкету, как-то смотрят. Нет, это, не знаю, это определённая такая жизнь, то есть какой-то свой такой азарт. Мне нравится. Мне, по крайней мере, интересно. Все, конечно, меня ругают за то, что я там сижу. Может быть, какая-то пустота есть внутри, да, в душе? Вот мне этот сайт заполняет. Реальные достижения виртуальных знакомств, огромное количество сообщений, различного содержания и не менее внушительный список знакомых. Смешно, что очень много подружек у меня сидят, мы садимся, открываем мой список контактов, потому что я как бы там дольше всех сижу. И они меня спрашивают, вот этот не писал, вот что про него можно сказать? И то есть, ну, действительно бывает такое, что я как бы уже либо встречалась, либо очень долго общалась, либо мы созванивались, либо там у меня номера телефонов есть. Вот, кстати, по поводу номеров телефонов, со временем, когда там общаешься, начинает появляться такая фишка, записываешь не только имя, запишиваешь возраст и какую-то характерную черту. То есть, например, там, Евгений 27 на теплоходе. То есть, чтобы ты, когда человек тебе звонит, ты хоть как-то мог вспомнить, кто это. Оговорка. На этом сайте очень много людей, которых знает в лицо весь город. То есть, есть такие люди, то есть, я с ними встречалась, просто виделась, общалась, потому что интересно посмотреть, просто пообщаться. Лично мое мнение, и многие его поддерживают, почему знакомиться именно сейчас на таких сайтах. Это удобно. То есть, лично для меня это намного проще. Я слышала не один раз от парней, которые говорят, ну, понимаешь, вот я работаю там с 8 утра до 8 вечера, потом я еду домой, да, и потом там, может быть, мы с друзьями куда-нибудь выберемся, да, там, посидеть, отдохнуть, где я там выпью, а, может быть, напью до такого состояния, что у меня будет вообще не до знакомства. А личной жизни хочется, да. Наталья практически всегда онлайн. Если нет под рукой ноутбука, что редкость, она выходит в интернет с помощью телефона. Виртуальное общение – штука азартная, намного азартнее, чем реальное. Бывает такое, что реальное общение разочаровывает? Да, очень часто такое бывает. Очень, как бы, если человек действительно кажется интеллигентным, то чаще всего он такое оказывается. Но если человек кажется тебе на общении приятным, да, то есть, как бы, в принципе, все хорошо, то бывает часто, что ты встречаешься, понимаешь, что это совсем другое. То есть у человека совершенно другие взгляды на жизнь, совершенно другое какое-то отношение полностью. Большинство таких встреч одноразовые. Она видит человека в реальной жизни, общается с ним, и куда-то испаряется его виртуальное очарование, его загадочность. Наверное, это потому, что писать красивые слова, делиться своими сокровенными мыслями с кем-то нереальным намного проще, чем произносить все это вслух, рассуждает Наташа. Психологическая даже вещь, да, то, что не можешь сказать, нужно написать. Очень многое люди не могут сказать. Не могут сказать, например, а есть, например, я встретилась там с парнем, с сайта знакомства, мы с ним, например, погуляли, и вот мне проще прийти домой и написать, понравился он мне или нет. Я это лично сказать навряд ли смогу. Впрочем, цель ее такого общения очень даже реальная – встретить его. И однажды, ведь почти что встретила, серьезные отношения длились три года, но до свадьбы так и не дошло. Несмотря на неудачный опыт, Наташа не перестала верить в судьбу и в интернет-знакомство. Счастливых примеров вокруг сколько угодно. Я не разочаровалась в этом сайте, потому что я встретила очень много действительно хороших людей. Не знаю, возможно, встречу. Просто в жизни мне не получается так встретить человека. В жизни я куда-то постоянно бегу, что-то делаю. Вариант, когда ты стоишь на остановке, мерзнешь, ждешь автобуса, подъезжает тебе и говорит, а давай подвезем. Лично для меня это не способ познакомиться. Во-первых, нужно иметь очень сильную психику. Я, по-первых, очень сильно расстраивалась, когда мне писали, мягко говоря, гадости. Нужно, не скрывая, указывать свои пожелания. То есть, как, например, у меня указано, да, меня, может быть, за это пинают, мне пишут, какая я там. Ну, то есть, ну, это мое мнение. Есть такая фишка, что очень много людей женатых. Очень много нужно смотреть, как бы, на это. Если у человека в анкете просто не указано на семейное положение, я даю 90% гарантию, что человек женатый. То есть, ну, не потому, что он забыл, не потому, что не хочет, но он женатый. В 99% случаях не стоит смотреть на машину, которая указана там. Потому что очень часто пишут одно, приезжает совершенно на другом. Ну, естественно, ну, не может быть у него вот такой машина. Ну, то есть, смотришь, там, ну, щепленький мальчик 21-го года, там, студент, там, профессия студент прям так указана, у него там кадиллак. Если фотография одна, она, скорее всего, не настоящая. Есть очень простой совет. Заходите на... Я чаще всего на Google захожу. Не на веб, а на картинки переключаемся и пишем фотографии красивого партнера. И вот если в первых, не знаю, ста фотографиях нету фотографий того, кто вам только что написал, а чаще всего он там есть. Соответственно, как бы, есть вероятность того, что это живой человек. На моем веку крайне редко, чтобы я встречалась в первый же день с кем-то. И то, если я, ну, как-то чувствую, что человек действительно хороший, а чаще всего нужно пообщаться хотя бы, ну, вот, пару-тройку дней. То есть, это помогает. Была одна неприятная история, но там, как бы, не то, чтобы он был там мошенник или вор, но там немножечко по-другому судьба сложилась. В принципе, нет. То есть, меня когда спрашивают, ты не боишься, вот, например, он тебе предлагает, мы с парнем пообщались три дня, он тебе предлагает встретиться, там, куда-нибудь там съездить покататься. Я говорю, нет, не боюсь. Вот я отважная. Во-первых, Наталья владеет навыками рукопашного боя. Во-вторых, быстро бегает. В-третьих, верит в благие намерения людей. В-четвертых, она опытный пользователь и уже по характеру сообщений может видеть, что за человек по ту сторону монитора. Когда вся жизнь онлайн, психологи ставят диагноз интернет-зависимость, доступность информации, анонимность, подсознательное доверие к онлайн-общению и простота использования. Это почти как наркотик, а значит, зло, считают некоторые медики. Впрочем, зла в интернете и без всякой психологии хватает, говорит опытный пользователь Эдуард Кожевников. Нарваться можно на разное. Во-первых, можно нарваться на интернет-мошенников, которые с числей с вашего электронного счета деньги, можно нарваться на тех людей, которые изменят ваш логин и пароль на ваших интернет-ящиках. И с помощью них будут производить разные интернет-рассылки, которые приведут к таким же последствиям. Интернет-лохотронов в сети великое множество. И людей, которые, грубо говоря, на них ведутся, тоже хватает. В основном, такие уловки рассчитаны на человеческую любовь к легкой наживе. Вам присылают на электронный ящик письмо, в котором какой-то нигерийский, например, адвокат говорит, что курирует какое-то дело, в котором умер человек, у которого большое наследство, например, и просит вас, чтобы вы участвовали и получили эти деньги вместо того человека. Но просит вас перечислить ему на счет некоторую энную сумму для каких-то неких расходов, подкуп других юридических лиц и тому подобное. Потом он начинает присылать вам на этот же электронный ящик копии каких-то документов, как будто бы он проводит какие-то операции, а потом просто растворяется бесследно. Все. Вместе с ним растворяются и денежки пользователей. Любопытство в интернете тоже не должно быть безудержным. Опасно. Рассылают какой-то спам, какие-то объявления о каких-то липовых интернет-магазинах, например, на которые тоже заходят, указывают там, например, свои координаты, счета в банках, и потом из них счисляют. Вы переходите по заманчивой ссылке, происходит смена вашего пароля, и вы больше не попадаете в свой электронный ящик. Это нужно для того, чтобы распространять рекламу в сети спамы. Защититься от этого можно, конечно, ну, хотя бы так. Ну, нужно смотреть по рейтингу сайта, например. В поисковых системах нужно находить самые верхние ссылки. Они, как обычно, ведут только на настоящие сайты. Ниже перечисленные, как говорится, нужно читать между строк в поисковике. И просто не надо в небо пальцем тыкать. И все. Клаберы и тусовщики Благовещенска объединяйтесь в сети. Для тех, кто любит ночную жизнь и громкую музыку, есть специальный сайт. Ну, а сама идея перенести тусовку в интернет, она не нова, почему? Потому что сейчас вся жизнь перемещается в интернет, еще недолго, и мы вообще будем жить в интернете, и другого просто не будет существовать в принципе. И уже есть тусовка в интернете в Европе, есть даже в России на Западе, и мы решили на Дальнем Востоке перенести в интернет. Сергей, директор сайта, сам в свое время был заядлым тусовщиком. Клуб, говорит он, это отдых, это праздник. Сюда приходят красивые люди, здесь особая атмосфера. Воссоздать ее он попытался в интернете. Механизм такой. Фотографы делают снимки на ночных и дневных светских мероприятиях. Затем фото выкладываются на сайт. Самые яркие тусовщики попадают на его страницы. Заходят, чтобы посмотреть на себя, регистрируются и превращаются в юзеров. Да, начало было очень скандальное и оно сопровождало скандалами, особенно среди людей. Даже были такие, что люди хотели в суды подавать и на клубы, и на нас. Но в принципе это все всегда решаемо. Мы всегда идем на контакт. И потом приятно попасть на самом деле, потому что и сама фотография красивая, но и это людям просто интересно. Для них это дополнительная также публичность. Микс из клубной культуры, современных технологий и желания людей выделиться. Затея успешная, не сомневается Сергей. Чтобы как можно большее число клаберов превратить в посетителей своего сайта, он организовывает интернет-вечеринку и обещает. Такая вечеринка выведет клубный отдых и общение в сети на качественно новый уровень. Ведь это и есть его сверхзадача. Поблюдать у нас сейчас явно в городе проявлен такой рост. Он начался с запуска нашего сайта, он постоянно вверх идет, сейчас снова идет. То есть он постоянно идет вверх. Раньше это было не всегда красиво. Сейчас это большую часть времени это проходит красиво. Люди красивые, все стараются выделиться. Пошли вечером в кино? Гы-гы-гы, а какое кино? На пиратов пошли во второй раз. А, точняк. Первая реальная встреча Ниларда и Бонни состоялась на набережной. Иду на набережную, подхожу, стоит, ждет такой высокий, длинные волосы. Вот. Я так на него посмотрела. То есть как друзья, нормально. У Оксаны любви с первого взгляда не случилось, а Коля наоборот. Сейчас вспоминает, Оксана в реале оказалась намного зачетнее, ой, то есть обаятельнее, чем в своем виртуальном образе. Нет, мы долгое время просто так гуляли и дружили. Но я старался больше ухаживать. Оксана сначала интереса не проявлял. Вот. Но я был настойчивый, и через некоторое время мы стали уже встречаться серьезно. Я как раз сдавала диплом в институте, и мне некогда было. Он пишет, пошли в кино, пошли туда, а я не могу, потому что я не могу. он опять выждет, опять пошли туда, пошли сюда. Но чем дальше общались Оксана с Колей, тем интереснее и роднее казался ей этот человек. Да и родители Оксаны видели в нем не виртуального, а вполне реального жениха для своей дочери. И вот настал тот день, когда Нилард сделал воне официальное предложение руки и сердца. Да не по-аське, а стоя на одном колене с кольцом. Свадьбы-то мы шли долго. То есть предложение он сделал на два года знакомства. Вот. Получается, год, даже, наверное, больше прошло до свадьбы. То есть помолвка. Свадебное путешествие они поехали в Париж. И это было незабываемо. Оттуда, помимо прочего, привезли символ своей любви компьютер. Такая вот история. Коля с Оксаной, кстати, иногда еще переписываются, даже когда находятся в одной комнате. Ну и что, что у них теперь реальная семейная жизнь? Можно ведь внести в нее хоть капельку виртуальной непосредственности. Пошли сейчас гулять, там погода клевая. Пошли. Например, куда? Ну, в парк можно. Я подумаю. В кофей не зайдем, перекусим. Я хочу шоколадное пирожное. А мороженое? Какое сравнительное предложение. Хорошо, пошли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!